Стали известны новые подробности ночной стрельбы в Алматинском микрорайоне Дарабос. Очевидцы рассказали, как все происходило. Мужчина открыл огонь из охотничьего оружия во дворе ЖК Алатау-Сити, прямо на глазах у прохожих. Люди не пострадали, но очень испугались. Полиции заявили, поводом для неадекватного поведения стала ссора стрелка с супругой. Детали ЧП на месте выяснила репортер КТК Денис Брагин. Сегодня ночью вооруженный мужчина перепугал жителей ЖК Алатау-Сити. Человек в черной футболке с карабином наперевес вышел из дома и вдруг начал стрелять. Пока одни прохожие искали укрытие, другие наоборот сбежались посмотреть поближе, что случилось. Мы услышали громкий хлопок. Сначала подумали, что кто-то хлопушками балуется. Потом люди на улице стали шуметь. Я понял, что это была стрельба из боевого оружия. Выглянув из окна, здесь стояла толпа. Во время стрельбы во дворе было много людей. Гуляли даже с детьми. Нуржамал Шаукерова живет на первом этаже дома, возле которого разворачивались события. И видела все с расстояния считанных шагов. Около 10 часов вечера я возвращалась из магазина. Заметила на скамейке мужчину, но оружие у него в руках не разглядел из-за плохого зрения. Я переступила порог дома, и тут раздался выстрел. С балкона увидела того же мужчину с винтовкой. У меня в квартире были дети, все очень испугались. Мы легли на пол и больше двух часов, пока стрелка не задержали, не вставали. По квартире передвигались ползком. Дети плакали в истерике. По словам соседей, мужчина с оружием в руках вышел из этого подъезда и направился вдоль парковки. Буквально через пару минут стрелок открыл огонь. Произвел всего два выстрела. Один в воздух, второй в камеру видеонаблюдения. Как видим, от нее остался только сломанный корпус, а рядом пулевое отверстие. После стрельбы подозреваемый находился во дворе еще около трех часов. Потом его задержали. Клара Томенова с ужасом наблюдала за происходящим из окна лестничной площадки. Когда я выглянула на лестничную площадку, тогда он сидел вот на этой скамейке с оружием. Но я еще посмотрела, думаю, не дай бог, сейчас люди пройдут, он будет на кого-то накинуться. Но такого не было. Он адекватно, спокойно сидел. Две пары прошли, потом после него еще две пары прошли. Ни до кого не лез. А вы с ним вообще знакомы? Нет, никогда не видела. Потому что он живет именно в первом подъезде, а я проживаю во втором подъезде. Я его не видела и не встречала даже. Знакомые говорят, стрелявший работает дальнобойщиком, поэтому дома появляется редко. Обезвреживали стрелка бойцы спецназа. Следователи уже установили личность подозреваемого. Им оказался 37-летний алматинец. Откуда у него карабин, сейчас выясняют. По данным полиции, мужчина взялся за оружие после скандала с женой. Около 10 часов вечера на пульт 102 поступило сообщение о вооруженном человеке, который произвел два выстрела прибывшими сотрудниками полиции. Мужчина был обезврежен и задержан. Пострадавших нет под предварительным данным. На этот шаг он решился в результате семейной ссоры. Это гражданин М, 1985 года рождения, житель города Алматы. По данному факту начато судебное расследование. Уголовное дело завели по статье «Хулиганство». Подозреваемого взяли под стражу. Стрелку грозит от 3 до 7 лет ограничение, либо лишение свободы. Денис Брагин, Думанда Улетбакулы, КТК, Алматы.